У Андрея и Татьяны Козных живут два декоративных кролика. Когда пара собирается в отпуск, тут же возникает вопрос, кто будет присматривать за Машей и Сеней. К сожалению, некому оставить наших кроликов, потому что у кого-то кошки свои есть, кто-то разъезжается по дачам, родителям приходится приходить и кормить кроликов. Но в последнее время они не могут. По словам хозяев, брать любимцев с собой – плохая идея. Ведь такой вариант может доставить массу неудобств как хозяевам, так и животным. Они очень плохо дорогу переносят. На новом месте они хорошо обживаются, но это просто везти, собирать. И надо брать с собой сено, корма, поилки и так далее. Поэтому проблематично. Плюс, я так думаю, у нас есть два автомобиля, не у всех есть машины, чтобы возить животных с собой постоянно. Так на кого же оставить любимца? К счастью, вариантов много. Один из них – забронировать номер специальной гостиницы для животных. В нашем городе таковые есть. Стоимость номера в отеле зависит от того, насколько вы оставляете животное, от его размера и питания. Такая услуга есть и в приюте «Лучшие друзья». За небольшую плату вашего животного будут выгуливать и кормить несколько раз в день. Хозяевам необходимо предоставить документ о том, что у питомца есть все необходимые прививки. Если собираетесь куда-то в отпуск, то хотя бы за две недели попытаться найти какую-то гостиницу или попросить друзей, чтобы на это время кто-то смог взять ваше животное. Если животное знает родственников или друзей, ну, кого-то хорошо, и друзья согласны, взять, конечно, лучше к друзьям. Но если такой возможности нет, то уже обращаются в гостиницу. Но мы стараемся создать животным какие-то максимально комфортные условия. По словам работников приюта, они могут разместить только собак и кошек. Поэтому хозяевам хомячков, черепах и прочих любимцев придется искать другую передержку. Еще один вариант – бюджетнее отправить животное пожить в другую квартиру. Если вы решите воспользоваться такой услугой, то в первую очередь необходимо осмотреть помещение, в котором собирается гостить ваш питомец. Много ли там животных и соблюдаются ли санитарные нормы. Другой вариант – нанять человека, который два раза в день будет проведывать питомца. Но многие хозяева боятся отдавать ключи от квартиры незнакомцу, поэтому такое решение не пользуется популярностью. Помните, что нужно позаботиться о вашем животном заранее, заняв место в гостинице или предупредив знакомых. К сожалению, именно в сезон отпусков животных чаще всего выбрасывают на улицу. Хозяева обязаны понимать, что они в ответе за своих любимцев. Анна Малистова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».